Капелевцы. Офицерский полк. Красиво идут. Делегенции. В знаменитом фильме Чапаев сцена белогвардейской психологической атаки показана достаточно достоверно, если не учитывать детали. Форма накиношных Капелевцев чужая, а флаг вообще пиратский. Тем не менее, прием работал. Красивое и благородное безрассудство действовало на противника. Капелевцев и Владимира Капеля, одного из самых ярких полевых командиров Белой армии, враги не только боялись, но и уважали. Надо сказать, что не так много военачальников, о которых противоположная сторона в годы гражданской войны фактически не писала ничего плохого. ни в плане, там, зверств по отношению к пленным, мирному унеселению, а к нему относились все-таки с достаточной степенью уважения. Всего этого могло бы не случиться. Не было бы стремительно красивой, но короткой карьеры полководца, ярких побед и драматичного отступления, если бы Владимир Капель весной 1918 года не приехал в штаб округа, который располагался в Самаре. До того момента он полгода жил с семьей в Перми и, похоже, не собирался принимать участие в разворачивающихся вокруг него событиях. В Самаре он стал командиром отряда добровольцев и неожиданно для многих сразу стал действовать заметным успехом. К тому времени он был всего лишь подполковником русской армии, который фактически всю Первую мировую войну провел на штабных должностях. И мало кто ожидал от офицера генерального штаба, что он сможет возглавить совсем небольшой по численности отряд народной армии и с ним одерживать большие успехи. Самарский отряд добровольцев, который возглавил Капель, насчитывал всего три сотни штыков. Вскоре состав отряда увеличился, но все равно был относительно небольшим – 2-3 тысячи человек. Начиная с взятия Сызрани, и самые два громких его успеха – это Симбирск и Казань. Действительно важные успехи, которые позволили комитету учредительного собрания, который базировался в Самаре, громко о себе заявить и иметь в своем распоряжении достаточно большие по обширности территории. Впечатляло то, как именно воевал Капель. Его небольшие, но мобильные отряды действовали стремительно и так грамотно, что даже превосходящие силы противника вынуждены были отступать. Как правило, он отводил большую роль удару с тылу, хотя бы небольшого воинского контингента, подразделения, и добивался тем самым большого успеха, вызывая панику у противника. Но локальные успехи Капеля не могли решить исход всей гражданской войны. Несмотря на то, что Капель и некоторые другие командиры предлагали развивать наступление, командование Белой армии решило перейти к активной обороне. Вопрос о том, был ли возможен успех, если бы пошли дальше части Народной армии на Нижний Новгород, он такой риторический, потому что, с одной стороны, на неком психологическом эффекте можно было бы добиться определенного успеха, с другой стороны, все-таки силы Народной армии Камуча были очень ограничены в сравнении с тем, которое имело в своем распоряжении Красное командование. В конечном счете, осенью Камуч потерпел в Поволжье поражение и начал свое отступление с Чау-Науфу, а дальше и за Урал. В этот момент Капель, по сути против своей воли, был назначен на пост командующего Восточным фронтом. Приказ подписал адмирал Колчак. Колчак сказал ему, прежде всего, то, что именно Капелю армия верит. Именно он может быть такой символической фигурой, которая в этой тяжелой ситуации способна будет эти войска, оставшиеся войска, вывести из тяжелейшей ситуации. Это отступление вошло в историю гражданской войны как ледяной поход. Белая армия под командованием Капеля с непрерывными боями преодолела почти 3000 километров в условиях 50-градусного сибирского мороза, от Томска до Забайкалья. Во время перехода Капель тяжело заболел, но пока были силы, вникал во все вопросы и отдавал распоряжение. Уже будучи больным во время этого отступления, он имел возможность получить прибежище в одном из эшелонов с иностранными войсками, где ему могли бы обеспечить должный уход, и он мог бы свою жизнь спасти. Но, тем не менее, Капель отказался, решительно сказав, что он будет до конца со своими войсками. В конечном счете, это стоило ему жизни. Капель не был политиком или общественным деятелем. Он был солдатом и видел свое предназначение в том, чтобы служить Родине. А для этого в годы страшной гражданской войны нужно было иметь не только мужество, но, не отступая от своих принципов, сохранить честь и достоинство. И Владимир Капель выполнил свой долг офицера и человека, отдав жизнь за то, во что верил.